Хасан Кизил очень любит животных. Он бесплатно мастерит для искалеченных собак и кошек тележки и протезы, чтобы они снова могли ходить. Хасан живет в турецком Мардине. Если какое-то животное в его городе пострадало от плохого обращения или получило травму, он спешит на помощь и дарит больным существам вторую жизнь. Хасана попросили приехать сотрудники приюта для животных. Сюда в очередной раз привезли искалеченную собаку, которую нашли на улице. У нее парализованы задние лапы. Перемещаться она может только волоча их по земле. Скорее всего, собаку сбила машина. Если бы каждый оставлял у своей двери еду для бездомных животных, им бы не приходилось отправляться на поиски пищи, что часто заканчивается для них травмой и даже гибелью. Я поищу для нее протез в мастерской. Думаю, у меня есть подходящий. 24-летний Хасан стал знаменит на всю страну благодаря своим самодельным инвалидным коляскам. Каждый день он собирает в мастерской ходунки для собак и кошек из велозапчастей и старых игрушек. С их помощью он дает этим животным шанс выжить. Как правило, ветеринар говорит владельцам искалеченного животного, что его лучше всего усыпить. Только представьте, просто потому, что у них парализована одна или две лапы. Их нужно лишить жизни. Многие даже не знают о существовании протезов и тележек вроде тех, что делаю я. Хасан принес тележку для собаки с парализованными задними лапами. В приюте для животных он надевает на нее упряжку. Но сначала собака не понимает, что ей делать. Ей мешает задняя левая лапа. Но затем, завидев в руках человека угощение, собака наконец пошла. В такие моменты Хасан всегда испытывает радость. Видеть то, как она ходит, для меня очень много значит. Скольким животным вы помогли? Где-то шестисотням. Мордин, родной город Хасана, расположен на самом востоке страны, всего в нескольких километрах от границы с Сирией. Здесь бок о бок живут турки, арабы и курды, а также бесчисленные бездомные собаки и кошки. Когда никому из животных не нужна коляска, Хасан ходит по улочкам Мордина в поисках четвероногих друзей, которым требуется помощь. В городе для сбора мусора и перевозки строительных материалов используют ослов. Животным нередко приходится таскать на спине тяжелую нушу с утра до ночи. Ослы нам пригождаются там, где на машине просто не проехать. У нас много узких улиц. По 25 килограмм с каждой стороны? Я бы сказал 20. То есть всего около 40. И сколько часов в день они работают? Не знаю. Мы сейчас строим дорогу и собираемся вернуть ослов через несколько часов. Этот ослик выглядит неважно и не очень твердо стоит на ногах. Хасану жалко этих животных. После тяжелого труда их запирают в темном стойле, похожем скорее на пещеру. Хасан просит разрешения войти внутрь. Но ему говорят, что это запрещено. У животных просто нет выбора. Там, на улице, их ждет верная смерть. А здесь им приходится работать не меньше шести часов в день. В какой-то момент я понял, что не могу сидеть сложа руки. У нас в стране совершается слишком много насилия над животными. Животные получают травмы не только в результате несчастных случаев. Турецкая общественность не раз была шокирована кадрами жестокого обращения с животными. Это запись с камеры видеонаблюдения в Стамбуле. Жертвами в основном становятся бездомные животные. Турецкие законы долгое время приравнивали животных к неодушевленным предметам. Но в прошлом году закон был пересмотрен. И отныне за издевательство над животными можно даже попасть в тюрьму. Хасан приветствует ужесточение мер по борьбе с живодерами. Сейчас он едет к себе домой, в пригород Мардина. Его семья принадлежит к курдскому народу, но обсуждать его положение в Турции Хасан не хочет. Все его мысли заняты помощью животным. Он по-прежнему живет с родителями. У них дома есть несколько собак, кошек и даже куриц. Его искренняя любовь к животным проявилась еще в детстве. Мать Хасана предпочла бы, чтобы сын пошел учиться, но не стала его заставлять. Знаете, я безмерно благодарен своим родителям. В Турции детям редко предоставляется столько свободы. Многие из них вынуждены трудиться в поле. Односельчане все время спрашивали меня, «А почему он у вас не пошел учиться?» Но я оставила за ним право выбора. Я могу лишь сказать всем матерям следующее. Дайте своим детям возможность самим найти свое призвание. Стремление Хасана бороться за права животных берет начало здесь, в его мастерской. Еще подросткам он размышлял, как лучше защитить животных, и как он сам мог бы им помочь снова встать на ноги. После того, как моя кошка попала под мотоцикл прямо перед нашим домом, я подумал, я не смог защитить тебя, но я постараюсь как-то помочь таким, как ты. Тогда я просто еще не знал, как именно буду это делать. На следующий день Хасан снова спешит на помощь. Ему позвонили из ветеринарной клиники. В этот раз была найдена кошка с парализованными задними лапками. Ее, скорее всего, тоже сбил автомобиль. Сначала Хасану нужно измерить и взвесить животное. Каждая из его тележек изготовлена по индивидуальным меркам, в отличие от импортных изделий массового производства. Эта модель сделана в США. Она весит 3 килограмма, а стоит около 300 евро. Хасан просит ветеринара объяснить ему с помощью рентгеновского снимка, какие травмы получила кошка. Это поможет ему смастерить нужную конструкцию. Ветеринар благодарен помощи добровольцев вроде Хасана. Уличным животным приходится очень-очень нелегко. Если у них парализованы конечности, то без чужой помощи им не обойтись. И шансов выжить в такой ситуации у них практически нет. По моим наблюдениям, из сотен животных, для которых я изготовил тележки, около 30 снова научились ходить самостоятельно. Кто знает, может и с этой кошкой тоже так будет. Хасан обещает, что уже завтра вернется в клинику с подходящей тележкой. На цокольном этаже торгового центра висит плакат с портретом Хасана и фразой «Тот, кто может починить жизнь». Это вход в его мастерскую, где раньше располагался магазин. Деньги за аренду с Хасана не берут. А еще ему все время приносят старые игрушки, детские коляски и металлические детали, из которых он мастерит тележки для животных. Он быстро находит все необходимое для новых ходунков и приступает к работе. Важно, чтобы конструкция была крепкой и устойчивой, ведь если тележка будет хлипкой, то животное перестанет ей доверять. Изготовление колясок по индивидуальным меркам требует много усилий. Но чтобы прокормить себя, Хасану приходится заниматься и другой работой. Какое-то время он вел на частном турецком канале передачу, посвященную экологическому воспитанию и защите прав животных. Я не хочу, чтобы мне платили за протезы. Я делаю их бесплатно, независимо от того, богатый у животного хозяин или бедный. У меня одна забота – чтобы никто из этих бедных существ больше не страдал. Это его стремление привело к тому, что Хасан стал помогать и диким животным, один раз парализованной белке, а в другой раз он смоделировал и напечатал на 3D-принтере шину для ястреба со скалеченной лапой. Хасан снял весь процесс на видео, в том числе первые шаги ястреба. Хасан понимает, что большинство животных, которым он помогает, вынуждены жить в приюте в одиночестве, и их состояние только добавляет им трудностей. Дело в том, что животных с тележкой необходимо каждый день выпускать на улицу как минимум минут на 20. Владельцы, конечно, так и поступят. Они-то свою собаку выгуливать будут, но в приюте для животных вряд ли кто-то будет всем этим заниматься. На следующий день Хасан отправляется в ветеринарную клинику, чтобы примерить кошке новую тележку. Кошкам куда сложнее привыкнуть к коляскам, чем собакам. Если животное долго не ходило, оно отвыкает держать тело в нужном положении и боится упасть. У этой кошки с трудом получается передвигаться, поэтому Хасан решает кое-что изменить. Эта тележка получилась слишком массивной и тяжелой для такой маленькой кошечки. Мне нужно будет еще доработать конструкцию в мастерской. По пути домой Хасан проезжает мимо несанкционированной свалки. Он останавливается. Ему показалось, что где-то здесь могут быть бродячие собаки. И чутье ему не изменило. Стоило Хасану выйти из машины, как к нему подбежали голодные псы. Он дал им остатки собачьего корма, которые у него были с собой. Через пару километров Хасану снова пришлось остановиться. На этот раз не по своей воле. Путь ему преградило стадо овец. К счастью, все эти животные здоровы. Рабочий день Хасана наконец подошел к концу. Он любуется тем, как над старой частью Мордина садится солнце. Но вдруг в тишине раздается собачий лай. Завтра Хасана Кизила, чинищего жизни мординских животных, ждут новые дела. Завтра Хасана Кизила, чинищего ужасsal Шоцар М memorized、「 tasting, кстати». Субтитры сделал DimaTorzok